Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и повторю то, что они приготовили к себе к той мысли о том, что кино слишком тяжёлое, серьёзное, искусство требует жертв у тебя. Ты должен принадлежать ему, а не ему принадлежать ему. Кино использует у тебя жизнь. Скажите, вот сегодня закончился, заканчивается показом фильма, уже четвертая встреча с Тарковским. Скажите, как это все начиналось? О, это очень сложная история, как это все начиналось. Она такая простая, житейская, вместе с тем очень сложная. Дело в том, что все фильмы и о Тарковском, и не о Тарковском. Лично я снимаю с Николаем Шаробиным, который всю жизнь проработал на киностудии «Таллинфильм», до тех пор, пока эта киностудия существовала. Не в виде архива, не в виде кинотеатра, а в виде киностудии. И он-то без меня снимал много кино, а я-то без него не снимала никогда. А так как он не только кинооператор, а кинорежиссер, но еще и фехтовальщик, мы однажды зашли в гости к его тренеру, который был основоположником эстонского фехтования. Клавдий Игоревич Егловский. Он сейчас работает в Норвегии. И пока они между собой обсуждали свои проблемы, я сидела и умерла в квартире, и Егловского и стала книга сборных статей под названием «Ход Тарковского», которую составила Марина Арсеньевна Тарковская. И Клавдий Игоревич, человек пожилой, красивый, мудрый еще, невзирая на свой возраст, спрашивает мне, вам нравится Тарковский? Я говорю, естественно. Я не знаю, есть, наверное, люди, которым он не нравится, но я с ними не знакома. Он говорит, а я не тренирую его сына по фехтованию. А я знаю, что Тарковского два сына. Один врач, один во Флоренде живет. Я думаю, у кого же он у себя в Норвегии там тренирует? И вот тогда я узнала, что это не сплетня, что это не вымысел, не миф, а действительно у Тарковского есть еще младший третий сын Александр, мама его норвежка, который сам после съемок фильма «Жертвоприношение». И Ядловский познакомил меня с Николей Шарубиной, с Лейлой Александр-Гарретт, которая была ассистенткой и переводчиком Тарковского на картине «Жертвоприношение». И вот с этого знакомства и началась идея с начала фильма о съемках фильма «Жертвоприношение», он называется «Тарковские пересечения», а потом и фестиваль «Встреча с Тарковским». К этому первому фестивалю мы с Ильмаром Таска при большой поддержке Светланы Янтик сделали спектакль в Русском театре. Это был апрель 2012 года. Спектакль успешнейшим образом идет до сих пор, что лишний раз убеждает в том, что когда за дело берутся люди, которые действительно хотят это дело довести до зрителя и вложить в него то, что они могут в него вложить, вот получается какой-то такой хороший результат. Мы планировали, что этот спектакль пройдет несколько раз до конца сезона, четыре или пять раз. А получилось так, что вот уже четвертый сезон идет или пятый, я уже запуталась даже, и успешно, недавно нас попросили силами, чтобы мы поговорили с Русским театром, привезти туда. Хороший очень спектакль получился. Ну и потом уже вторая встреча с Тарковским. В общем-то, как уже дальше пошло по накатанному. Ну вот сидит обыватель на диване и говорит, ну да, ну Солярис, ну да, ну Бондарчук, ну один раз посмотрю. Вот это не огорчает как-то, ведь это присутствует, правда? Нет. Сначала я тоже так думала, но в этом году мы показывали Андрея Рублева во второй день фестиваля, мы показывали Андрея Рублева в Артисе. Первый день мы показывали свой фильм, два своих фильма, «Тарковский эстонский сюжет» и «Тарковские пересечения» и «Иваново детство». А на второй день был только Андрей Рублев. Это меня поражает, но мне кажется, что для человека, который действительно интересуется кино, любит кино, и хочет для себя что-то там подчеркнуть, не только картинку, не только слово какое-то, лежащее на поверхности, мне кажется, что «Тарковского» можно пересматривать бесконечно. У меня такое ощущение. И вот это он шла на Рублеве, и у меня потрясно. Хватит сил на новый пятый юбилейный? Сейчас мне кажется, что нет, потому что в этом году у нас был очень обширный фестиваль в смысле географии. Мы показывали в Пярну, в Силаме, в Тарту, в Таллине на трех площадках. Но сейчас мне кажется, что я даже не представляю, как я возьму заново придумывать эту программу. Потому что каждый раз мне нужно что-то придумывать. Но меня поражают люди, которые приходят каждый раз. И казалось, что они уже все знают, те, кто интересуется. А вот приходят, и в этом году просто очень много было публики. И публика была замечательная вести. Я желаю вам, чтобы этой публике было больше. Вот той самой замечательной, чтобы вы все-таки, ну отдохнув, взялись за пятый все-таки почти юбилейный фестиваль. Желаю вам удачи, успехов. Спасибо большое. Тем более, что в будущем году очень много юбилеев. Юбилей Тарковского, юбилей фильма Андрея Рублева, юбилей жертвоприношения. Сам Бог велел, мы живем от юбилея к любви. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.